Регенство. От латинского «регенс» – «правящий». В монархических государствах временное осуществление полномочий главы государства одним лицом – регентом, или коллегиальным органом – регенским советом. Регенство назначалось в случаях вакантности престола, а также длительного отсутствия болезни или несовершеннолетия монарха. В истории России известны следующие регенства. В малолетстве Ивана IV Васильевича Грозного регеншей была его мать Елена Глинская, правившая с 1533 по 1538 год. При малолетних Иване V и Петре I регеншей была царевна Софья, правившая с 1682 по 1689 год. При малолетнем Петре II с 1727 по 1730 год управление государством осуществлялось Регенским советом, а именно Верховным тайным советом. Известны случаи регенства и в европейских странах. В Испании в связи с малолетством Изабеллы II с 1841 по 1843 год регентом был генерал Бальдамера Эспартера. Во Франции в малолетство Людовика XV с 1715 по 1723 год регентом был герцог Филипп II Орлеанский. Трифорий В переводе с латинского – три двери. В романской и готической церковной архитектуре узкие невысокие галереи, расположенные в толще стены над арками, отделяющие боковые нефы от среднего. Галереи первоначально были более широкими и высокими, предназначались для женщин и назывались матронеями. Позднее они стали декоративными и получили название трифорий по своим открытым сторону среднего нефа пролетом, обычно с тройными арками. Это же наименование применяется и к галереям, пролеты которых имеют другое количество арок – две, четыре и т.д. Фейт Ян Выдающийся фламандский живописец. Родился в 1611, умер в 1661 году. Сложился как художник, работая в мастерской Франца Снейдерса. В 1633-1634 годах жил в Париже, а затем в Риме. С 1641 года до конца жизни в Антверпене. Писал главным образом натюрморты и картины с изображением животных. Произведения Фейта отличаются декоративной эффектностью композиции, тонкостью живописной передачи оперения птиц, шерсти животных, поверхности плодов и цветов. Его натюрморты и композиции гораздо сдержаннее, чем пышные картины Снейдерса. Для картин Фейта характерны серебристый колорит, богатство тональных оттенков и световых переходов. Человеческие фигуры на его картинах, как правило, писали другие художники. Любимые образы художника – собаки, орлы, вазы с фруктами, цветы. Ян Фейт создал около 160 картин, а также большое число рисунков и гравюр. Он был одним из лучших рисовальщиков ламанской школы. Картины Фейта можно встретить во многих известных музеях мира, в том числе в Государственном эрмитаже Петербурга. КОНЕЦ